Представь себя жертву живую посредством вечного Духа, говорит Дух Благодати. Ибо я даже по сей день желаю, чтобы ты не сообразовывался с миром и его системой, но преобразовывался обновлением ума своего, чтобы тебе познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Для которой я отделил тебя еще до основания мира. И чтоб тебе познать тонкости Духа и прийти в это драгоценное общение со мною, в обители разумений, я приглашаю тебя для общения со мною туда, где все рассматриваемо глазами Духа, где твое понимание получает заряд моего разумения. «Говорю тебе, в этой обители Всевышнего обитает разумение и сила, способные преобразить тебя». Итак, молись и используй силу и мощь Духа, что внутри тебя. Молись, назидая себя, чтобы тебе можно было войти. Глава 7. Молитва в согласии с тайнами Божьего плана. Представьте себе, что у вас есть и друг, который молится за вас и знает Бога так хорошо, что его молитвы всегда попадают в цель. Он знает, чем все закончится еще до того, как что-либо начнется, и знает Божью волю для вас в любых обстоятельствах. Представьте, что он обладает такой мудростью, что всегда идет на шаг впереди дьявола, и в его молитве нет ни тени сомнения, потому что ему известны мысли Бога. Представьте себе, что он знает поминутное расписание вашего призвания, и что за всю историю мира ни одна его молитва не потерпела неудачу. Хотите ли вы, чтобы за вас молился некто подобный? Если бы он был рядом, то сколько времени вы позволяли бы ему молиться за вас? Три минуты в день или столько, сколько он пожелает? Ну что же, у вас есть шанс обрести такого друга. Просто скажите «Здравствуй, Святой Дух». Каждый день или час, который вы проводите в молитве на иных языках, вы проводите, молясь в согласии с разумом Христовым, в котором содержится полное откровение Церкви, тайна, которая есть Христос, упование славы в вас, для вас и через вас. В то время, как вы продолжаете молиться этими тайнами, Святой Дух открывает вам лично то, что сокрыто в разуме Христовом, помогая вам найти и держаться совершенного Божьего плана для вашей жизни. Это одна из важнейших ролей Святого Духа в вашей жизни. Почему? Давайте посмотрим. Знаете ли вы, в чем именно состоит ваше призвание в теле Христовом? Известно ли вам, что всю свою жизнь вы можете барахтаться в сетях плоти и так никогда не узнать совершенную волю Бога для своей жизни. Например, если вы станете ссориться с людьми, то не продвинетесь в своей духовной жизни ни на шаг дальше до тех пор, пока не решите эту проблему в соответствии с Божьим Словом. Именно поэтому Библия говорит о благой, угодной и совершенной Божьей воле для вашей жизни. Иисус также говорил о различных типах почвы в сердцах людей. Одна земля приносит урожай в 30, другая в 60, а третья в 100 крат от посеянного слова. Некоторые люди так и не поднимаются выше 30-кратного уровня исполнения Божьей воли. Они лишают себя награды, потому что не умеют высвобождать силу Святого Духа внутри себя. Ведь если бы они знали, как это делать, то каждый день приближал бы их к пониманию совершенного Божьего плана. Каждый последующий год отличался бы от предыдущего, а через пять лет они могли бы оглянуться назад с осознанием того, что не потратили время впустую. Я сам лично исследовал Божье Слово, чтобы не только узнать совершенную волю Бога для своей жизни, но и научиться следовать Ей в силе Святого Духа. Я нашел ответ в послании к римлянам. И теперь я знаю, что нет ничего, что может использовать дьявол, чтобы остановить меня, потому что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Давайте посмотрим, что писал Павел в послании к римлянам в 12 главе в 1-2 стихе о благой, угодной и совершенной Божьей воле. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Эти стихи говорят о том, что если я представлю свое тело в живую жертву, то каким-то образом это приведет меня к тому, что я перестану сообразовываться с этим миром, то есть мыслить и поступать так, как мыслит и поступает мир. Каким-то образом во мне произойдет преображение посредством обновления моего ума, что позволит мне познать не только благую, но и угодную и, наконец, совершенную Божью волю. Итак, я задавал Богу следующий вопрос. О какой совершенной воле ты говоришь? Если я отдам свое тело в жертву живую и в результате этого познаю твою совершенную волю, то я хочу знать, в чем заключается эта совершенная воля, которую я ищу. Я пришел к одному человеку, считавшемуся знатоком Писания, и спросил его, в чем состоит совершенная Божья воля, о которой говорит Библия в послании к римлянам в 12 главе во втором стихе. Он спросил меня, «Каково твое духовное воспитание, брат Роберсон?» О, это было время ультрасвятости! Мы верили, что носить драгоценности – это грех, и что женщины не должны стричь волосы. У нас было много законнических «можно» и «нельзя», потому что мы считали, что так можно угодить Богу. Мы также думали, что Бог посылает болезни в наказание за проступки, а бедность – чтобы научить нас смирению. «Ты все еще веришь в этом?» «Нет», – ответил я. «Я верю, что Иисус понес мои болезни и взял на себя мои немощи, поэтому я больше не должен болеть. Это было бы ошибкой правосудия, если бы Бог возложил на меня болезнь, которую Он уже возложил на Иисуса. И я верю, что Ему нравится благословлять меня физически и финансово, а не держать в неудачниках». Тогда этот человек сказал, «Верно. Видишь, изучая Божье Слово, ты преобразуешься посредством обновления твоего ума. Ты познаешь благою, угодную и совершенную Божью волю». Объяснение моего друга отчасти проливает свет на понимание сказанного в этом стихе. Однако позднее я обнаружил, что намного легче понять смысл второго стиха, если рассматривать его в контексте всего послания. «Благая, угодная и совершенная Божья воля связана с вашим призванием в теле Христовом, которое Бог дал вам по благодати. И если вы научитесь отдавать свое тело в живую жертву, то узнаете не только благую, не только угодную, но и совершенную Божью волю для вашего служения». Вы можете сказать «Докажи это, брат Роберсон» с удовольствием. Давайте откроем послание к римлянам, 12 главу, и прочитаем с 4 по 8 стих. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различное дарование, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещеватель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием». Как мы видим, в этом духовном теле, имеющем множество членов и называемым телом Христовым, существует много различных видов благодати и призваний. Апостол, пророк, учитель, пастор, евангелист. Кому-то дается дар вспоможения, другому управление, а иному различные языки. Таким образом, если рассматривать это местописание в контексте, то становится ясно, что если я научусь отдавать свое тело Богу в качестве живой жертвы, то мне откроется благодать и призвание, которое Он определил именно для моей жизни. Причиной, почему многие люди не одерживают частых побед веры в своей жизни, является то, что они не выполняют свое призвание. Они не пытаются узнать, что Бог предназначил им делать. Они не стремятся открыть для себя, в чем состоит Его абсолютно совершенная воля для их жизни. Лично я так сильно жажду узнать совершенную Божью волю для своей жизни, что готов сделать все необходимое для достижения этой цели. Я хочу знать до мельчайших деталей, к чему призвал меня Иисус, для чего я появился на свет и какое мне предназначено помазание. Таким образом, вопрос моего исследования не был в том, отдать свое тело в живую жертву или нет. Я испытывал слишком сильную жажду по Богу, чтобы отказаться от этого. Мой вопрос заключался в следующем. Существует ли способ, как я могу представить свое тело в живую жертву? Если да, пожалуйста, пусть кто-нибудь расскажет мне об этом, а затем позвольте мне действовать. Я хочу использовать свой шанс. Даже если я потерплю поражение и не смогу исполнить свое призвание, то не хочу, чтобы это произошло из-за неправильного учения. Не нужно держать меня на скамье запасных, где такое бессильное учение, как иные языки сегодня не нужны, отнимет мою победу и лишит меня награды. Покажите мне путь, как я могу войти в полноту Божьей воли и получить все лучшее, что Он приготовил для меня. Просто дайте мне использовать свой шанс. И если я потерплю поражение, то не из-за того, что кто-то украл мою победу. Итак, я продолжал изучать Божье Слово и искать ответ на свой вопрос, пока, наконец, не обнаружил, что мне не нужно копать глубже того, о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам, чтобы узнать, как представить свое тело в живую жертву. Заметьте, что говорится в послании к римлянам в 12 главе в 1 стихе. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим». Слово «и так» означает на основании того, о чем уже говорилось ранее. Другими словами, Павел говорит, «Используйте то, чему я учил вас в предыдущих главах, чтобы отдать свои тела в живую жертву и узнать совершенную Божью волю». Нам не нужно возвращаться далеко назад, чтобы найти именно то место в послании к римлянам, где Павел учит нас о том, как представить наши тела в живую жертву. Ответ на этот вопрос находится в 8 главе. Давайте начнем с 1 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Слово «осуждение» использовано в том же значении, как если бы мы говорили о преступнике, приговоренном к смертной казни. Таким образом, через учение Павла Иисус дает мне обещание, что он освободил меня от каждого обвинительного приговора, вынесенного мне плотью, дьяволом, миром, болезнью, немощью или бедностью. «Ничто, принадлежащее аду, не имеет во мне власти, если только я выполню одно требование. Я должен жить по духу, а не по плоти». Дьявол осудил меня на смерть во грехах, чтобы ад навсегда стал моим домом. Но Иисус занял мое место и взял на себя этот обвинительный приговор. Следовательно, теперь я свободен, потому что Иисус был осужден вместо меня. Христос стал жертвой за грех, чтобы в нем я сделался праведным пред Богом. Я был осужден на смерть от каждой страшной болезни, известной этому миру, но Иисус занял мое место в роли заместительной жертвы. Он понес мои болезни и взял мою физическую и душевную боль, приняв смерть под обвинительным приговором моих болезней. И теперь этот приговор больше не имеет силы во мне, если только я живу по духу. «Я был осужден на смерть нищете, но Иисус по Божьей благодати взял на себя этот приговор нищеты, и теперь, если я научусь жить по духу, а не исполнять желание плоти, этот приговор не будет иметь во мне силы». Таким образом, все рожденные свыше имеют обетование, все обвинительные приговоры, вынесенные нам плотью, дьяволом или миром, аннулированы, если мы живем не по плоти, а по духу. Но тогда возникает следующий вопрос. Как я могу жить по духу? Павел не стал бы делать такого заявления о жизни по духу, если бы затем не объяснил, как оставить жизнь по плоти и начать жить по духу. В последующих стихах Павел объясняет разницу между жизнью по плоти и жизнью по духу. Заметьте, что он говорит в 13 стихе. «Ибо если живете по плоти, то умрете». Не хочется ли вам, чтобы слова Павла не были столь резкими? А если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Теперь Павел говорит, что если я хочу жить по духу, то должен умертвить дела плоти силой Святого Духа. Этот стих созвучен с первым стихом из 12 главы послания к римлянам, где говорится о том, что мне нужно представить свое тело в живую жертву. Но здесь, в послании к римлянам в 8 главе в 13 стихе сказано, что я не могу добиться этого своими собственными силами, а только посредством Святого Духа. Мы еще вернемся к вопросу умершления дел плоти. На данный момент актуален следующий вопрос. Как я могу высвободить силу Святого Духа для умершления дел плоти и представить свое тело в живую жертву, чтобы узнать совершенную Божью волю для моей жизни? Давайте спустимся к 26 стиху, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Павел продолжает проводить границу между жизнью по духу и жизнью по плоти. И теперь он собирается рассказать нам, как представить свои тела в живую жертву. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Павел начинает этот стих со слова «так же», иначе говоря, «подобным образом» или «вот как Святой Дух помогает нам в наших немощах или слабостях». Слово «немощи» означает нашу неспособность добиваться положительных результатов из-за ограничений, наложенных на нас плотью. Поэтому и был послан Святой Дух, чтобы помочь нам справиться с этой неспособностью добиваться результатов своими собственными усилиями. Позвольте мне подробнее объяснить значение этого стиха. Представьте себе какую-нибудь страшную болезнь, делающую человека неспособным. Человек сам не может избавиться от такой болезни, и она продолжает свое смертоносное действие в его теле. Это и есть немощь. Или предположим, что бедность захватила меня в своей сети, и это препятствует моему служению для Божьего Царства. Она не дает мне возможности развиваться дальше, и, похоже, я ничего не могу поделать с этим. Это тоже немощь. Но Библия дает обещание, что Дух подкрепляет нас в немощах наших, в нашей неспособности добиваться положительных результатов из-за ограничений, наложенных плотью. Что является вашей немощью или слабостью? Гнев? Нелюбовь к людям? Кричите ли вы дома на свою жену? Что бы это ни было, Святой Дух послан, чтобы помочь вам справиться с вашими немощами. Он покажет вам, как умертвить делоплоти. Святой Дух знает, насколько мы невежественны. Ему известно, что мы не умеем молиться. Он знает, что наша душа не может молиться, как должна, особенно если ее атакует дьявол. Слава Господу за то, что Святой Дух может переступить через наши душевные переживания и действительно молиться, не обращая внимания на нападки дьявола, направленные против нашей души. И он приносит с собой целый язык для назидания. Язык столь выразительный, что в сравнении с ним наш естественный язык выглядит просто лингвистической игрушкой. Даже если мы произносим всего лишь одно предложение на иных языках, это назидает нас, потому что источником этого языка является Бог. Всего в одном параграфе Святой Дух может выразить так много, что на пересказ этого потребуется несколько часов. Это потрясающий язык, который Святой Дух использует, чтобы открыть нам не только тайну всего, чем есть Христос в нас, но и Божье призвание, которое мы не можем выполнить своими собственными силами. Он ходатайствует за нас неизреченными воздыханиями в соответствии с Божьей волей. Итак, найдите уединенное место для молитвы и скажите «Святой Дух, руководи мной. Моя плоть не раз подводила меня в последнее время, и я хочу провести день этот с тобой». Давайте теперь обратимся к 27 стиху и посмотрим, каким образом Святой Дух подкрепляет нас в немощах. «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Заметьте, что Святой Дух испытывает сердца, то есть здесь сказано «во множественном числе». Это значит, что Святой Дух обладает способностью исследовать сердца всех людей в теле Христовом и представлять всех нас и одновременно каждого личного перед троном Отца. Такая способность и делает его Богом. Начиная исследование моего сердца, Святой Дух уже знает нечто очень важное. Он знает мысли Духа. Именно поэтому, исследуя мое сердце, он может ходатайствовать за меня в соответствии с Божьей волей. Долгое время я размышлял над этим местом Писания, спрашивая Бога, «Что это значит, Святой Дух знает мысль Духа?» Куда бы я ни ехал, я упаковывал в свой чемодан целую кипу книг по толкованию древнегреческого языка и изучал Писание, чтобы понять значение слов «мысль Духа», но так и не находил ответа. И вот однажды Господь дал откровение моему Духу. «В течение всего того дня я молился на иных языках, и дело было уже к вечеру, когда Он прошептал мне ответ и открыл эту тайну, вернув меня в восьмую главу послания к ремлянам». В двадцатом стихе Павел говорит, что все творение покорено законом тления из-за падения человека и в надежде ожидает новую землю и новое небо. Затем он продолжает, говоря, что все мы, рожденные свыше и исполненные Святым Духом, тоже стянаем в своем Духе, ожидая прославления нашего тела и всей Церкви. В этих стихах Павел говорит о Божьем плане для всего человечества, плане, который был задуман Богом до начала времен и исполняется уже на протяжении почти семи тысяч лет существования человека на земле. В таком контексте Павел говорит о мыслях Духа в двадцать седьмом стихе. Но почему он использует именно это выражение – мысль Духа? Дело в том, что у Бога есть нечто особенное для каждого поколения. Божий план искупления находится в действии уже около семи тысяч лет, но испытывающий сердца знает, что задумал Бог именно для вашего поколения, для вашей Церкви и для вашей жизни в рамках этого великого плана. Он знает, к чему Бог призвал и предопределил вас еще до основания мира. И это позволяет Святому Духу быть вашим представителем и защитником, ходатайствуя за вас в соответствии с Божьей волей. Как известно, наш разум ограничен, и чтобы облегчить ему работу, давайте представим себе разговор за круглым столом Бога, который произошел в бесконечно далеком прошлом. Бог-Отец восседает во главе этого стола. Справа от Него сидит Иисус, а слева Святой Дух. Тема совещания – планирование творения. Бог изложил все мысли, которые Он включил в Свой великий план. Он сказал, мы сотворим это, затем мы сотворим это, а затем мы сотворим людей. После того Он начал показывать одно поколение за другим, открывая свой план для каждого отдельного человека, который родится на этой земле. И вот, наконец, Он дошел до Дэйва Роберсона. Бог разложил на столе план для жизни Дэйва Роберсона, который начинается от его рождения, и затем показывает все дела, которые Бог призвал его совершить для того, чтобы исполнить его призвание. Тогда Иисус, известный на тот момент как Великий Логос, Божье Слово, встал и сказал, «Теперь, зная, что произойдет в его жизни, в назначенное время я пойду и искуплю Дэйва». Затем Святой Дух встал со своего места и сказал, «В назначенное время я пойду и крещу сердце Дэйва. Я также дам ему сверхъестественный молитвенный язык, который поможет ему молиться о познании тайн Божьего плана, так как я был здесь с отцом во время составления этого плана для жизни Дэйва от самого ее начала». На том грандиозном небесном собрании Бог составил план не только для моей, но и для вашей жизни. Он запланировал не только вашу жизнь, но и жизнь всех тех девочек-младенцев, которые родились в различных племенах и народах и были убиты только потому, что первенцами должны были быть исключительно мальчики. Бог внимательно составил план для всех нежеланных своими родителями детей. В действительности еще не было ни одного случая, чтобы Бог пренебрег составлением плана жизни от самого ее начала до конца для какого-либо человека, когда-либо родившегося на этой земле. Но кто знает Божий план для вашей жизни? Кто может быть лучше Святого Духа, который был с Богом Отцом, когда тот составлял этот план? И теперь Святой Дух живет внутри вас и исследует ваше сердце, чтобы определить, на правильном ли вы пути. Ваш естественный разум не может определить, на правильном вы пути или нет. Но Святой Дух говорит, «Если ты позволишь мне, то я помогу тебе в твоих немощах и начну ходатайствовать за тебя в соответствии с Божьей волей. Я буду притворять в жизнь Божий план для тебя». Ничто не может отлучить вас от Божьего плана. К примеру, я не могу провести шесть часов в молитве в Духе и поклонении Богу без того, чтобы Святой Дух взял Божий план, Его совершенный план для моей жизни и начал приводить его в действие. В то время, когда я молюсь, Святой Дух удаляет с моего пути всякую гору, препятствующую исполнению совершенной Божьей воли в моей жизни. Кто может помешать Святому Духу? Именно поэтому в послании к римлянам в 8 главе в 28 стихе говорится «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Каким образом все может содействовать мне ко благу? Потому что Святой Дух берет все, что противоречит Божьей воле для моей жизни и, используя свою силу, заменяет это на совершенный Божий план. И он делает это, потому что я научился высвобождать совершенную Божью волю в свою жизнь. Теперь становится понятно, почему 8 глава послания к римлянам заканчивается на такой триумфальной ноте. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». Почему я так уверен в том, что ни высота, ни глубина, ни другое творение, ни настоящее, ни будущее, не может отлучить меня от Божьего плана в Его любви ко мне, потому что я открыл для себя, как жить по духу, а не по плоти. Я узнал, как через молитву в духе позволить Святому Духу притворять в жизнь Божий план для меня. В своей безграничной мудрости Святой Дух знает, как помочь нам в наших немощах. Святой Дух не пытается, в первую очередь, завоевать нашу душу, разум, волю, интеллект или чувство. Вне всяких сомнений, большинство из нас доказали, что терпят неудачи на этих поприщах. Мы злимся друг на друга, впадаем в грех, живем на грани падения, то и дело возвращаемся к делам плоти, мы даже не можем подчинить себе нашу душу, чтобы молиться как должно. Поэтому Святой Дух просто переступает через весь этот беспорядок нашу колеблющуюся душу, наши поражения, наши эмоциональные взлеты и падения, похожие на американские горки, наше хныканье, наши напыщенные проповеди, полные доктринальных ошибок, наш пораженческий образ жизни, наше заблуждение. Он проникает в глубину нашего Духа, в новое творение, обладающее всей властью, данной нам Иисусом. Об этом сказано в Евангелии от Матфея в 28 главе 18-19 стих «И приблизившись Иисус сказал им, да нам не всякая власть на земле и на небе. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Затем Святой Дух говорит каждому из нас, «Ты терпишь поражение, потому что ты слаб и у твоего Духа нет понимания откровения. Но у твоего духовного человека действительно новая природа и он обладает способностью понимать духовное. Он наделен духовной властью, которую я вложил в тебя в момент рождения свыше. Так что извини, но я пришел, чтобы взять твою власть в свои руки». Видишь ли, мне нужен Победитель. Несмотря на то, что я всесильный Святой Дух, я ничего не могу сделать в твоей жизни до тех пор, пока ты не отдашь мне свою власть. Прежде всего, мне нужно твое разрешение и право на то, чтобы молиться через тебя. Даешь ли ты мне это право и позволишь ли мне помочь тебе исполнить совершенную Божью волю в твоей жизни? Видите ли, у Святого Духа есть одна помеха. Это мы. Если бы не это препятствие, Он давно бы уже навел порядок в жизни человечества. Он даже не может молиться через нас до тех пор, пока мы сами не дадим Ему эту власть. Но когда мы уступаем Ему свою власть, Он дает нашему духовному человеку сверхъестественный язык, на котором мы можем говорить тайны пред Божьим престолом. «Если мы достаточно мудры, то отдадим власть в руки самого мудрого и сильного существа во Вселенной. Тому, кто парил над бездной и отделил воду, которая была над твердью, от воды под твердью. Но чтобы действовать в нашей жизни, обладателю всей этой силы нужны полномочия, которые можем дать только мы сами. В тот момент, когда мы начинаем молиться в Святом Духе, мы даем небесам власть создавать в нашем Духе молитву, которая соответствует разуму Христову. Когда мы подчиняемся Святому Духу, молясь в Нем, то высвобождаем Его и позволяем вести нас в совершенную Божью волю, для нашей жизни. В момент рождения свыше, когда Святой Дух пришел, чтобы обитать в вас, Бог вложил в ваш Дух свой совершенный план для вашей жизни. Этот план был посеян в вас подобно семени. В это семя заложена ДНК полного Божьего плана для вашей жизни. И если вы подчинитесь Святому Духу, то Он начнет взращивать это семя, превращая его в сильное, укорененное дерево благословений и божественного предопределения. Он будет приводить Божий план в действие, ежеминутно исследуя ваше сердце и молясь об исполнении Божьей воли в вашей жизни. Видите ли, водительство Святого Духа это не прихоть и не какая-то проходящая идея. Если вы следуете за Ним, то ваша жизнь не будет подобна следующему. О, я думаю, что Бог хочет, чтобы завтра я поехал в тот город. И на следующий день, о, я не уверен, хочет Он, чтобы я поехал туда или нет. А затем на третий день, о, я действительно думаю, Он хочет, чтобы я поехал в этот город. Святой Дух не играет с нашей жизнью. Он делает все, чтобы принести нам успех. Но вы должны сотрудничать с Ним, позволяя Ему молиться через вас. Когда Иисус говорил, что из вашего чрева потекут реки живой воды, Он имел в виду Святого Духа. Чем больше вы молитесь в Святом Духе, тем больше вы поливаете семя, содержащее в себе Божий план. Если вы молитесь и сеете в Дух, то пожнете от Духа, потому что это семя прорастет и превратится в исполнение Божьей воли и цели для вашей жизни. С ростом семени Божий план набирает силу. Когда вы продолжаете жить по Духу, Божественное направление открывается так ясно в вашей жизни, что пойти неправильным путем становится практически невозможно. Вам больше не составит труда ухватиться за Божье направление, трудно будет промахнуться. Вам буквально нужно будет обойти Бога, чтобы потерпеть неудачу. Божья мудрость и водительство будут постепенно наполнять и пропитывать вас до тех пор, пока голос Святого Духа не станет громче голоса врага, который окружает вас всякими неблагоприятными обстоятельствами и утверждает, что вы все равно потерпите поражение. Его Дух будет с вами на каждом достигнутом вами уровне Божьего плана, чтобы дать вам благодать для исполнения его совершенной воли. Я хочу сказать вам, что дьявол очень напуган тем, что вы можете ухватиться за это учение и понести его с собой по жизни. Вы даже не можете представить себе, как сильно дьявол боится наших молитв. Видите ли, у него есть только один способ удержать вас от достижения цели, для которой вы родились. Ему нужно вырвать вас из молитвы, и тогда это остановит работу Святого Духа по исполнению Божьего плана в вашей жизни. У дьявола нет никакого другого способа, потому что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Для того, чтобы ходить в совершенной Божьей воле, вам необходимо научиться высвобождать силу Святого Духа в своей жизни. В назначенный час Иисус придет при звуке великой трубы. Сможете ли вы предстать пред Ним с сознанием того, что достаточно сильно верили в Бога и отдали Ему свою жизнь, не дожидаясь последнего момента? Если это так, то вы услышите, «Ты хорошо выполнил свою работу, мой добрый и верный слуга». Придет день, когда вы будете готовы отдать все, что имеете, всего лишь за одно слово одобрения «хорошо». Вы будете готовы отдать все ради уверенности в том, что Он знает, что всю жизнь без остатка вы посвятили исполнению своего призвания. Ничто не может сравниться с наградой Агнца. Кто-то может сказать, «Но у меня нет времени молиться». Конечно, у вас нет времени для молитвы, потому что вы никогда не брали в руки калькулятор Святого Духа и не подсчитали, что стоит недостаток молитвы вашему характеру и вашей жизни. Если бы вы произвели такой подсчет, то, несомненно, сказали бы, «У меня нет времени не молиться». Если вы чего-то не делаете, вы не делаете этого, потому что не хотите. Если вы не молитесь, как должно, то причина ясна, вы просто не хотите. Но до тех пор, пока вы дышите, у вас есть возможность высвобождать Святой Дух в молитве, чтобы Он помог вам узнать и исполнить совершенную Божью волю для вашей жизни. Позволите ли вы своей ленивой плоти лишить вас момента, когда вы услышите «хорошо»? Я так не думаю. «Представь себя в жертву живую посредством вечного Духа», говорит Дух Благодати, «ибо я даже по сей день желаю, чтобы ты не сообразовывался с миром и его системой, но преобразовывался обновлением ума своего, чтобы тебе познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, для которой я отделил тебя еще до основания мира». «И чтоб тебе познать тонкости Духа и прийти в это драгоценное общение со Мною, в обители разумения, я приглашаю тебя для общения со Мною туда, где все рассматриваемо глазами Духа, где твое понимание получает заряд моего разумения. Говорю тебе, в этой обители Всевышнего обитает разумение и сила, способные преобразить тебя». Итак, молись и используй силу и мощь Духа, что внутри тебя, молись, назидая себя, чтобы тебе можно было войти. и подбежать и подбежать Продолжение следует...